Супруги Мухаммедшины отстояли свой дом. Напомним, пенсионеров из нажитого непосильным трудом жилья выгнала собственная дочь. После долгих судебных разбирательств история наконец подошла к концу. Сегодня в областном суде огласили окончательное решение, и оно оказалось в пользу пожилой пары Наиля и Фераи Мухаммедшиных. Очередное судебное заседание по делу Мухаммедшиных. История началась год назад, когда родная дочь выгнала своих родителей из собственного дома. Несчастных родителей преследовали мысли, что это никогда не закончится. Судебный процесс уже вот кончился сегодня. Судья вот, ну суд, суд вынес решение в нашу пользу. Правда оказывается вверх брала, должна брать, и правда всегда вверх будет брать. Я так думаю, не только я, все-все люди так думают. Напомним, первый судебный процесс был в пользу Наиля и Фераи Мухаммедшиных. Но радость длилась недолго. Не прошло и 10 дней, как дочь подает апелляционную жалобу. Поданная жалоба родной дочери окончательно добилась семьи Мухаммедшиных. Квартиру снимаем, квартиру снимаем. Вот, квартиры сейчас же сами знаете, дорого. Пенсии все уходят на квартиру. Жены вот, пенсии уходят на еду. Денег у нас уже нету. Все, 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 все. К счастью, второй судебный процесс долго не затянулся. Прошло три слушания. И пожилым людям сообщают радостную новость. Коллегия постановила. Решение суда номер два района имени Казберфи города Карганды от 25 июля 2012 года по данному делу оставит без изменения. Хочется надеяться, что сегодняшний визит в здание Болстного суда окажется последним. Ведь состояние здоровья у двоих пенсионеров просто не позволяет больше бегать по судам. Теперь они вправе, значит, на сегодняшний день, как получат постановление, идти, значит, в управление юстиции города Караганды и оформить на себя право собственности. Вот, что касается отношений Венеры с родителями, то, я думаю, этот вопрос они, пускай, сами решат, как поступаем в дальнейшем. Ну, если будут какие-то просьбы о консультации, конечно, я их проконсультирую в этой части. Вот и закончилась история Мухамедшиных, которая началась год назад. Сегодня состоялось третье слушание по рассмотрению апелляционной жалобы. И, как решил областной суд, она осталась без изменений. А мы, в свою очередь, надеемся, что пожилая чета вернется в свой законный дом и не будет скитаться по съемным квартирам и судам. Мирангус Алкимбаев, Лжас Габасов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова